Потому что, блять, всё, что он вам тут говорит, я уже рассказал. Не, просто у нас не хватает о танках хп-ниных взял. Ну давай я спикнусь, дабл танк посидим. Да смысл-то? Ну а чё, первое дыхание я словлю, потом он... Он не таунтится же, по-моему. Он только... Таунтится, а как я тебе его забрал? Я таунт нажал. Сань, объясни людям поподробнее, как развивать кожу. Смотрите, сейчас вот... Бежала, и она просто лила лужу, и в ней же хилилась, и опять разливала лужу следующую, и в ней же хилилась. Я просто... Допустим, сейчас... Знаете, я как кастер, блять, объясняю. Вот смотри, ты лужу разлила, ты выбежала, остановилась, у тебя есть ёбаных 4 секунды захилиться. Тебе надо просто выйти с лужи. Прямо реально выйти с неё. То есть она нанесла тебе урон, ты выбежала, секунду подождала, ты можешь хилиться, сала нету, подождала. То есть разлила, выбежала. Добав спал, ты похилилась. Разлила, встала, похилилась. Разлила, встала, похилилась. Всё. Тебе надо просто выйти с лужи. В лужу у тебя сало. Просто выбеги с лужи. С лужи выбегать секунда. Три секунды у тебя есть на то, чтобы похилиться. То есть тебе нужно просто вот... Я просто сейчас... Я почему и объяснял изначально на примере квадратов. Потому что кусок лужи, вот если ты стоишь в центре, он примерно как квадрат. Ты выбежал чуть дальше середины этого долбанного квадрата. Всё, ты не стоишь в луже, соответственно, можешь кассить, хилиться, что хочешь можешь делать. Просто ты через какое-то время ещё раз разольёшь лужу. Опять перебежал чуть дальше середины квадрата. Блять, похилился. Перебежал, похилился. Всё, блять. То есть, как бы, никаких вообще проблем. ТЦ Прис сможет вообще всё время бегать, блять, хилить всех тех, кто рядом с ним находится. Я бежал за ней, хилил, щиты кидал. Я могу тебе сказать, я тебе могу сказать, если бы она ещё сама хилилась, ты, Наташа, просто быстрее выбегай с лужи. Потому что лужа домашь по 9 тысяч. Она, конечно, не ваншотчик, но убивает быстро. Я поняла. У тебя одна задача, когда ты бегаешь, выбежать из лужи. Выбегай за секунду до лужи, если какой-то временный, вернее, внутренний таймер, если ты умеешь считать, допустим, про себя. Ты вот выбежала, раз, два, три, четыре, побежала. Если ты разольёшь лужу на три шага вперёд, в смысле, чуть дальше, промежуток будет между лужами, ничего страшного, ты просто выбежишь в следующий. Я когда бегаю, есть ещё вариант просто постоянно бегать. Ну, постоянно бегать, это, там, можно всё, поле засрать. Ну, хотя, если ты не можешь выжить, ты лучше бегай постоянно. Паш, что у тебя? Всё, ладно, он прыгает, всё, давай, поехали. Паш, там лакает, наверное, уже. Там он, может, нет, может, не видит. Он там с ребёнком, может, не видел, что это чё. Врата, стоим, верните, по местам. Гойтвейфу, отдай, пожалуйста, боб. Игорь. Зима, напуль на себя сам. Стопните урон, Калеоныч. Ты власть поменял? Нихуя ты не поменял. Поменяй на... Да, 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 да. Вот сейчас ваш урон не особо важен. Не надо срывать сейчас босса, там, что-то делать. Просто что-то там пока стол... Я сейчас просто и долбаный власть не поменял. У нас сейчас на перифазе бегемот сорвал. Огнестойкий бы сорвал точно, и ты сорвал. Вот сейчас просто похильте, похильте зиму. Прист, ну не умри. Бегемот, резни, Прист, а прямо сейчас. Как ты помер? Прист. У меня лучом зажали. Убежали за звезду. Дайте попристукатку вне стойки. Дай каску, пожалуйста. И лапу дайте обновиться. Конфольд, и хп, кричишь? Стопните урон. Не бейте боссы сейчас вообще. И агро не срывайте, вас убьет. Видите, срывайте. Все, отошли от босса. Готовь геру сразу. Две секунды. Нажимай геру прям. Отошли от босса. 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 по местам все вот так что ничего не надо там не надо за шкаф заходить вот отвернул вот так стой его отлично все выбежали выбежали и кастить и просто убежали хилиться сова налево побежал сова налево побежал чувак вот это что шаману боба нету нету туда направо чехли там хиль шаман ты бегаешь хилиш их так у нас два хила блять надо чтобы какой-то хил бегал вот здесь вот бред боссу и хиль танка быстро танка возложение дай быстрее ему вот шаман бега вокруг босса и хили его приз ты сам не умри главное ватер ближе к боссу подходи у тебя т4 есть зима отдал все отбежали назад от босса убежали 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 уже бежали за звезду все рнж и все мелики убежали он сначала дыхание даст потом будет бежать пизачу недалеко все убежали стать сейчас осталось добить босса зачем вот это вот накручивать что там если можно спокойненько убить по местам портала где телескоп бегу я вот станет на продаваешь или этими костяшками своими я забежал блять уже ступни те урон на фрой по чуть-чуть можно дать лёг поторжал побьешь не бейте босса еще долбаных вот сейчас начинайте учатку надо бить чтобы заказчик ну чё вот скажите сложный босс блин вообще не смогли ну-ка по мне ну да ну блин просто вот его большая проблема что он может постоянно бегать да и последнее бьет очень кстати хороший какая башка сексуальная щит классе бездаты и вообще бездаты а лучше только ссылка хм 25 уважаемые дека локи и все остальные ханты снимите пожалуйста своих петов прежде чем прыгать здесь оставьте просто на пассиве они правда пропадут сами не надо прогонять у него настроение пропадет что ты сделала фу убийца пета нормально да в принципе не сложный босс да не то что не сложно да я по-моему я обычно не на хиле была он убивает за человек в пять по моему там ну вообще его можно наверное и вдвоем блять убить не но хил нужен ну я и говорю в танка ела блять а не вам три человека надо по-любому бирса там какая-нибудь я не знаю бирса ты есть нет нихуя у него нет бирсы ну и одни а нету но бирсы у него вечная фаза блять короче народ сейчас будет крайне веселый босс блять сейчас будет очень долго объяснение того чем будем здесь делать и вот тут я уже буду говорить реально блять вообще все потому что иначе мы это нахуй не закроем а кто не был на мальчезаре все приусланите пожалуйста кто не был на мальчезаре чтобы понять насколько у нас все плохо я был на я не был мне за нас объяснить что сейчас поймут ну это тут понимаешь на ртд несложно тут мне придется очень жестко объяснять долбичивать в голову нашему дцпресту чему тут надо делать потому что эти дцпр сейчас будет делать неправильно мы нахуй не уже вообще очень просто очень легко да саня ну сейчас подожди ну если он умеет понимать хоть что-нибудь то нормально вроде нормальный как бы и в жизнь он из без сосу морского как дамажить их же не болит начал дамажить там фаза начнется на процентах эти надо будет не считывать никого не совсем дурочка как нежно неправильно говоришь тоже неправильно говоришь то можно считывать даже в т4 можно успеть защитовать пред весь рейд при этом блять а потом просто надо будет стопать я все объясню а там урона то нету без огня чинетку блять я знаю что у него там первые 20-30 процентов сносишь потом фаза 10 процентов потом еще фаза еще 10 процентов не совсем каждый 20 процентов первые не совсем первая фаза 180 вторая фаза 80 вообще-то больше блять там чем давние по 20 ты на в этот погоню ходишь на 40 его процентах а вторая фаза начинается на 80 самый геморрой блять вас как раз на второй фазе то есть самая его ебнутая фаза это блять вторая но не считая последний блять но там рандом мой дом тогда не 80 а 85 ну блять но раньше было 80 сейчас 85 ну блять нихуя не меняется по-моему так 80 осталось 5 ну и настолько мало хп что он сейчас главное сейчас паладину не пролюбить и тогда мы победим главное что паладину на последней фазе не дало ничего то можешь блять это откуда нахуй я свечу его по гандролю спокойно ты его вводить надо будет по-любому хотя там последний 10 процентов добить короче игорь тебя тут самая важная задача на самом деле будет заключаться в том чтобы солянова перевести на последнюю фазу максимально быстро нахуй то есть мы по сути будем ждать только густо и игоря на эту войду короче рассказываю блять тактика галактика ебать как у нас все плохо и только что сейчас осознал короче я нахила на декурсы нет танка на декурсы нихуя нет а сова с рестаршаманом как это меня есть ну и с рестаршаманом и хилить будет один дт прист прикалываешься но main декурсер это будет сова это читай сова вообще не будет вторую фазу дамажить но она не нужна там особо уйдешь и будет минус депос как бы будет три хила зачем но зато будет все за хорошо короче тактика галактика мы все стоим рддшники милики на расстояние 10 метров нет не так иные же блять рассказывать мечи за рухой расскажешь короче первая фада мальча который подразумевает под собой наличие таких заклинаний как проклятие истощение которые вам надо будет диспелить соответственно декурсить и кольцо мрак из-за кольца мрака мы и стоим на 10 метров не ближе будет стоять ближе будете друг друга уешать соответственно будете умирать у танков здесь самое важное я буду пофазно рассказывать блять вот это вот хуй то поэтому танки должны будут меняться станет каких стаках зависимость короче 57 так да и висит они ну минуту то есть меня 1 раз забираетесь пять стаков а потом по 700 меняться меняться только так вы должны чтобы вот вот эту хуйню не ловить будет анонсится когда будет кольцо мрака я буду говорить то сами смотрите просто смотришь тебя стаки спадают он кастует кольцо мрака делаешь чардж ставишь на его место и нажимаешь талант и вам танки фишка в чем чтобы не дамажить огнестойкого вот допустим босс это рыба вот вы заталантили и вы стоите близко вам надо отойти на максимальную рэнжу назад чтобы между вами огнестойким было 10 метров если вы будете стоять впритык и тот и другой будет один хер друг друг доставать и будете друг друга вы ешить если на первой фазе это еще не смертельно то на 2 нахуй просто дохните рано или поздно такими методами для ддшников и для танков самое важное стареть добавь мстительный порч советую прочитать что делай она уменьшает запас здоровья ваш и это важно потому что на второй фазе подключается у босса все то же самое но подключается еще пожирающее пламя жизнь для тебя пожирающее пламя это в принципе нахуй я здесь нужен dc прист рассказываю как я это делаю я были целых 2 кд допирал до того что оказывается может на второй фазе не просто нахуй фк шетихилить как ебанутый за можно еще и кидачи точки это ебаная хренатень появляется раз 20 секунд то есть соответственно первые 10 секунд ты можешь кидать щитки но потом когда начинается когда остается 10 секунд до каста ты перестаешь их кидать вообще и должен будешь скинуть на двух человек на которых кидается соответственно пожирающее пламя теперь скажи мне сколько у тебя хосты 500 маловато будет ну ладно думаю успеешь у тебя есть две секунды на то чтобы защитовать двух человек ты на хиллботе на вуду хиллбот заходи в хиллбот сразу сейчас мне тоже надо выключить тебе надо прописать пожирающее пламя иначе хиллбот его не показывает куда прописывать вот сейчас захожу сам не помню надо включить чтобы я посмотрел ты можешь конечно смотреть по фреймам и кидать по хиллботом но че-то я думаю ты не успеешь за две секунды посмотреть по фреймам где она молять и протыкать в хиллботе просто проще блять поставить ее в красный оранжевый какой-нибудь цвет который в глаза бросается сразу чтобы видеть что у тебя как бы хиллбот покрасил этих людей кидает он сюда две штуки смотри совет такой если кидает на танка и на какого-нибудь хилла рддшника забивай хуй на танка кидай на хилла рддшника потому что танк не умрет в любом случае даже если под стаками и мальчизар его пиздит так теперь бы еще бы блять самому вспомнить куда это нахуй писать заходи в меню извлечения клиентские свой клиентский вручную и прописывай новый добав прям вот блять бери с него и списывай вот это вот пожирающее пламя прям вручную полностью пишешь и он тебя будет появляться только не забудь его покрасить чтобы он тебе в глаза бросался чтобы ты точно видел в кого прилетает эта хуйня просто если ты не сможешь этого делать считывать на 100 тактика у нас усложняется в миллиард раз на придется бегать дальше так моим объем до 40 процентов то есть и приз нас считает мы стоим на месте если падает вас соответственно метеор и дамажит постарайтесь выбежать но так чтобы не задевать 10 метров если чего просто стоите в ней и просто хуй забивайте он не сильно здесь дамажит по 1000 хп цапрот кстати надо будет выпить всем и понеслась моча по трубам третья фаза как только мы довели его до 40 процентов он кидает в нас нас всех кидает в огненный мир объясняю там когда вы телепортнетесь вот где стоит мальчизар за ним будет большая такая груда камней и середине этой груда камней еще вы эту щель забегаете то есть я скажу куда бежать в основном всегда вперед когда он такой же вы бежите вперед заходите в щель и поворачивайтесь спиной потому что если вы будете стоять лицом он сделает каст он вас откинет в сторону вашей спины он тут по его он тут уебан то есть он кидает во сторону спины поэтому вы должны будете упереться соответственно игр должен будет отдать т4 либо же паша должен будет нажать шв там зависимости от того кто будет танчить если игорь у него будут стаки соответственно он как бы отдаст т4 если нету он фруя дашь и в так мы переводим до зимы как только станет 30 процентов мы уйдем в мир зимы для нас это по сути такой небольшой передых от него уже он по сути нихуя не делает единственное что хилы там охуеют блять танков он дамажит неплохо все что вам надо будет сделать это разбежаться милишники ддшники точнее милишники разбегаются то есть не стоите блять друг за другом то есть вот так вот как вот мы сяночка леча стоять нельзя надо стоять вот так примерно то есть на расстоянии то есть если он кастанет в нее лед чтобы она конусом вас никого не задевала ну плюс минус не задевала там мы у игоря уточняет сколько у него чё по бурстам ждем соответственно по поводу быстрых бурстов быстрые бурсты отдавайте на 80 процентах его чтобы быстрее перейти вторую фазу и и долгие не трогайте можете не успеть а нам надо блять попасть потом мир мертвых мир мертвых на 10 процентах его хп черный лес блять залупы еще там там он кидает всего по сути дела он делает только одно он берет людей в мк соответственно он берет человека в мк и призывает хуеву тонну мобов с этого человека соответственно дк то есть я и вечная зима мы отдаем бомжей дается гера и мы просто все бурсты вливаем в него что перевести ему 10 процентов хп как можно быстрее то есть людей которых он будет брать в мк мы будем контролить их пить нельзя вообще но пока не надо просто на них будет время тратить мы их просто поконтролем сами фиры покидает нам просто его перевести когда мы когда мы его переведем до 10 процентов мы снова окажемся в этом мире и первое что вы должны будете сделать это снова блять разбежаться на 10 метров точно так же как вы сейчас станете то есть не обязательно в то же самое место вставать главное встать на 10 метров и только потом начать выводить людей которых он возьмет в мк полять не перепутайте последовательность потому что он снова будет давать мрак который будет нас а выешать поверьте мне мы много раз вайпались на той хуне что блять мы сначала вы пытались выбить а только потом блять разбегались знаете как тупо блять падать на четвертой фазе мать молча просто ужасно тупо просто из-за того что вы не разбежались я вам больше скажу вы на последней фазе его в четыре человека блять добьете вам главное просто разбежаться и не сдохнуть и не проебать двух танков то есть основная цель разбежаться не проебать двух танков все но я понимаю что нихуя непонятно молча надо видеть поэтому сейчас пожалуйста шаман и бегемошек вот он всегда тащится там где стоит вообще всегда то есть по-другому никак блять вот вам метка танки на него он с этого места практически не должен сдвинуться ни лево ни вправо ни вбок ни назад вообще никуда никаким наху образом ддшники рддшники чем вашего задача встать на 10 метров по кругу от него бегемошек соответственно и white wave вы встаете в центре то есть вы встаете вот здесь вот плюс-минус один здесь второй вот здесь для чего так для того чтобы вы доставали соответственно доди курса то есть вейт вей будет практически не хилить блять а бегемошек будет практически не дамажить и у нас по сути будет хилить один дц прист это варнуха мы это не убьем мне надо не хила блять занятий нас не мага блять вообще никого ну давайте ну блять просто декурсите запомните в чем смысл дебафа то есть вот да ну блять просто ебанутое количество скилов в чем смысл вот этой хуйни вот откройте прочитайте ну и сейчас я прочитаю мальтизар уменьшает на 50 процентов блять скорость бега эффективность исцеляющих и на снящих урон способности на 80 поесть блять вам надо сначала задиспелить хилов это не то что в человека прилетает меньше хила это человек дает меньше хила и приором вы всегда диспелите нам сначала дц приста всегда потому что блять он эту хуйню будет давать соответственно под пламя и и сань хуйню несешь сначала пускай диспелить дц потому что знаешь сколько раз умирал у нас народ потому что блять меня диспелили вторым то есть я кидаю блять на человека щит в огненную хуйню на мне дебаф и соответственно чел взрывается умирает потому что мне блять не не задекурсили меня и все а у нас и так как бы дцет не особо одетый то есть сначала вы декурсите блять дц потом шамана ну ладно давай так сава ты декурсишь дц шаман декурсит сам себя да вот ладно хрен с ним давайте так логично блять просто просто мы захилили это с шаманом блять не захиливается находится шамана вообще блять никак это при том что мы 266 и 260 да неважно как вы главное за декурсите двух хилов танков вообще в последнюю очередь от них вообще нахуй ничего не надо блять только там главное чтобы игорь и не сорвало в этот момент в принципе вся тактика на молча стоим пиздим главное чтобы у нас дц приз не проебался и наши декурсиры не проебались хили здесь надо просто ебану то сказать как поэтому желаю вам нахуй удачи соответственно каждый класс который может жмите свои 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 жмите свои вы пкд блять освобождайте хилам время на то чтобы они хоть что-то могли здесь захилить потому что реально сложно то есть без шуток это блять хилится реально сложно нато с центра где просто на то свали налево или направо вам надо встать по кругу но вы подбежите потом соответственно просто уйди отсюда вот сюда встань вот сюда встань освободи центр бегемор шипсу и иршами в крест иди надо блин в крест иди до бистри не базар зиру была по на еще или то есть сейчас что делают они его агрит соответственно фрой первое потому что может дать в него чарж вы подбегаете чуть вперед соответственно шаман саличем прикол ты можешь подбежать чуть ближе к нам ты главное нас с огнестойки не задеть я буду огнестойки отбегать ты стой хуярь то есть я подкаст буду убегать а ты стой танком сани уже сказал но и вы тут были соответственно декурсить и декурс буду а носить еще буду а носить дать первый раз поехали еще раз готовность вообще а блять а на похуже поехали я огнестойки ты под правую ногу я под левую домашь его блять и проебался вот что происходит когда проебуется кто-то вот видите декурс кольцо мрака вот по моему огнестойки с этим другого и что раньше 10 напишите вот здесь напишите меня нет никого теперь ты в рендже но я да я и говорю я буду подбегать бегать то есть я под левую ты под правой ты просто еще чуть-чуть подать штань чтобы не так далеко убегать танки не забывайте что вы тоже на максимальную ренджу отходите блять меня тут процентов нет кто-нибудь может не оговорить ютюбов процентом анфрой как у тебя будет все я кольцо будет и отбегая вот стоите в этом в этом говне стоить лёха подойди чуть ближе не могу доставать декурсом куда уходи ты кому будешь ходить меня лёхи-лёхи подойти поближе кольцо декурс огнестойки упал я говорю это не захилиться есть они силы ради курс то есть это захиливается в этом случае только если ты вдруг вы же меня нихуя не слушаете да вы падаете не стой кого нет мы нахуй забьёмся переводить не надо ему давать бр упадите уважаемый женя почему не было что на паладине ты увидел ты написал увидел у тебя хилбот показал на ком рука появилась ты не написал или не тебе не показалось а ты поставил приоритет самый высокий хилбот да да это хуйю проверь еще раз проняли написал приоритет 10 чадая на их приста зайду видите сфоткую сколь у тебя блять это вот 23 шамана вот ты как бы декурсом ты же должен был видеть да как хп у рейда прыгает когда один соло хилботит пытается херить демонстрацию покажу не подожди я там блять не настолько сам помню на саму зайти посмотреть я вам писал полгода назад отходим это саму подсказывали так шкурки эти исцеления клиентские свой еще раз быть так подожди где посреди таблетик а ну да вот он у меня клиентские красятся в эту хуйню приоритет 10 блять кто-нибудь шарит как посмотреть еще у тебя в клиентском написано демонстрация кран скажешь чтобы вспомнить просто этом проблема узнает человек который точно да и где-то делается туру рубли а он и и отошел могу пошел назвать сушка есть но не надо слишком по ходу своим пойдет кору или хопала есть сейчас вернусь хочу тебе рассказать сам чуть рассказывай пиши чат когда это идет рейд надо волчить когда без рена это без рейда то просто вот короче есть предложение еще одну сову вместо шамана то есть входит войдет на сове отойдет дешевле хопала и будет еще хуже но мы будем декусти вообще чуде кусте какая разница те же самые два декурса останется единственное что это будет не хилы и дд а просто дабл дд а сколько у тебя там сова дамажит много ладно давай а вы дожили уже это самые хуёвые фазы мальча да в принципе правильно я там те говорил ты просто клиентских пишешь свой добавь и ставишь ему соответственно приоритет у меня десятка стоит но у меня серым горит сохранить удалить так ты подожди ты написал свой тихо ребят а вопрос такой а шаман только может в этом хилоде и курсить это таланда вот вот смотри я сейчас демонстрацию посмотри что он еще дай-ка и 2 секунды пока можете не кидать пати так хилбот пожираю плать почему блять не дает сохранить нахуй вот такая же у меня странная ходе подожди к каким-то дел своем нельзя даже удалить а не знаю все у меня все заработало позже рающие платья все кнопка сохранить работает сохранить пожирающие пламя сохранить да все клиентские пожирающие пламя только единственное чего я в этом не в свой сделал очень свой не работает я просто включил типа классик блять категории будет фури игры видишь нет так меня нахили если чё надо добавить огонь огне стойки пиалка это я если чё это я не знаю я не знаю вот А мне тоже носового выпало. У вас снежилых тоже есть такая штринька. У меня сундочка выпало. Да, угрев всегда там, походу, по КД пролетают, налеты делают. Я такого не ношу. Да, угрев. Да, угрев. 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 Продолжение следует...